Всем здорова, ребята! Всем привет! С вами Серега, я на своей пасеке. Ну что, ребят, пришло время посмотреть молодые отводки, как работает данный способ. Прошло у нас 4 дня. Значит, 4 дня назад я давал сироп, давал 2 литра. Ну и как бы посмотрим, как пчелы отстраивают ващину, как маточки работают. Значит, вчера, это на третий день получается, я дал еще по литре сиропа. Ну и что еще хотел сказать. Там начали писать комментарии довольно интересные. Вы либо ролик не смотрите, пишут там с таким намеком, что у меня нету кормов, и я забрал сначала мед, а теперь я отдаю им сироп обратно, бо я забрал весь мед, бо я такой бестолковый. Но неужели вы не смотрите ролик? Для чего это делается? Это специально для того, чтобы отстроить ващину, для того, чтобы разогнать маток молодых, для того, чтобы получить бонусом печатный расплод, и для того, чтобы молодые отводки пронесли какой-то мед. Вот для чего это делается. То есть, это не для того, чтобы там, блин, по тупости я там забрал у них мед, а теперь у меня безвыходная ситуация, и я даю им сироп. Ну, это не так. Ну, чем вы вообще? Посмотрите внимательно мой ролик еще раз. То есть, как бы, у меня есть много кормовых рамок. Это, как бы, во-первых, в общих, во-первых. Во-вторых, пишет там человек, надо разгонять медом, кормовыми рамками. Вы не получите такой результат, если вы дадите просто кормовую рамку. Матка не будет так работать, как при сиропе, активничать. Это раз. И второе, пчелы не будут строить вашу вощину. Не получится ничего. Если вы просто дадите кормовую рамку, стройки вощины не будет. Такой способ работает только при сиропе. Когда вы стимулируете, вы создаете искусственный взяток. Когда матка это чувствует, и пчелы чувствуют, и у пчел выделяется с восковых желез воск. Воск они строят вам вощину в безяточный период времени. Только при сиропе такое можно получить. Если вы, как я сказал, кормовую рамку, ничего у вас не выйдет. То есть, вы должны это понимать. И третье, ребят, что важно, я не сказал в том ролике. Должен быть, должна быть, вернее, пыльца в природе. Но у нас очень много мака. Мак, он, нектар не дает, он дает пыльцу. И пыльцы хватает с головой. Но пыльца, она в любое время года, в принципе, плюс-минус, какой-то минимальный взяточек по пыльце есть. Все равно пчелы где-то находят луга, и они приносят. И как бы хватает этого для того, чтобы был пчелиный хлеб и в гнезде. И плюс давать им сироп. И таким образом создавать искусственный взяток, и они будут строить вощину. Так что, как-то так. Теперь, ребят, давайте посмотрим. Как я и сказал, прошло 4 дня. На третий день я дал еще по литре. То есть, сначала вы можете давать... Вот что еще тоже нужно... Что еще хочу сказать вам. Поначалу, как бы, давать 2 литра, это, ну, немножко неправильно. Ну, вы можете дать литр, допустим, литр. И в чем прикол, вы должны давать по чуть-чуть. То есть, даете по литре. Ну, так будет где-то самое нормально. Ну, можно дать сразу и 2 литры, как я сделал, допустим. Но потом давать по литре. Ну, вот, сейчас я буду просматривать. Я вам покажу, строят ли пчелы вощину. Ну, как матки работают. И уже я буду давать по литре. И вчера я тоже дал по литре. Ну, и сейчас просмотрел уже все отводки, выставил. И тоже, как бы, там, скомпоновал гнездо. Гнездо скомпоновал, подготовил вощину. И сейчас по литре сразу раздам в остальные отводки. И, в принципе, у меня уже все. Все, сироп закончился. Надо сахар. Завтра куплю сахар. Это наколочу. Еще уже раздам во все в отводки. И таким образом буду наращивать силу. Разгонять молодые отводки. И еще для чего? Для того, чтобы подсиливать основные семьи. Это тоже, ну, как бы, такая вот стратегия моя личная. Так я хочу попробовать. То есть, потому что пчелы все равно проседают. Это, во-первых, проседают они после акации. Я не знаю, у кого они там роятся. Ну, может, конечно, основные семьи, которые пчеловод там не послабляет, их не отбирает с них расплод печатный и так далее. Тогда да. Но все равно приличное количество пчелы после рапции акации пчела отходит. Отходит и неплохо отходит. Но, конечно, есть и процент вероятности большой. Если вы их не послабляете, не делите, то могут и сроиться, конечно. Но это, во-первых. Во-вторых, вам надо выходить. Очень большую роль играет и то, какие у вас пчелы на пасеке. То есть, склонны они к роению, либо нет. Карпатка, она очень склонна к роению. Так само, в принципе, как и степная. Поэтому, как-то так. И еще один нюанс, что еще хочу я сказать. Для чего тоже разгоняются эти отводки. Потому что после подсолнуха, когда пчела идет на подсолнух, первый заход, и уже, получается, пчеловод откачал, в принципе, все нормально. А уже, когда на второй заход пчелы идут, после первой качки. Пчела конкретно проседает на подсолнухе. Почему? Потому что подсолнух выделяет смолу. И пчела пролипает там на шляпках подсолнуха, пролипает. Это только в том случае такого нет, если есть дожди среди взятка. То есть, если дождик раз прошел, второй, третий, он смолу смывает. Но все равно, пчелы очень сильно изнашиваются, во-первых, на подсолнухе, во-вторых, они пролипают на смоле, если дождей нету длительный период. Для этого, чтобы не проседали основные семьи, опять же, у нас есть эти отводки, которые я делаю. Я как бы уже по годам это все анализирую, анализирую, прохожу, поэтому вот решил, как бы запасной вариант у меня на пасеке есть. Вот для чего идет разгон отводка. А не для того, что у меня там нету кормов, или я натупил там як-то, все остальное. Так что, все, поехали. Сейчас я все покажу, в принципе. Пчела залетела как раз в маску. Ну, уходи. Сейчас я вам покажу, как я разгоняю. Ну, вернее, что у нас вышло. Что у нас получилось. Так, здесь у нас семеечка слабенькая. Ну, как, тут две рамки печатного расплода, как я и сказал. Ну, в принципе, они литру уже выбрали. Уже они вот на овощинке сидят, на одной, на второй. Эту не будем смотреть. Там, в принципе, нормально. Так, давайте, ребят, вот эту вот посмотрим. Вот, я им дал сразу две литры. Видите, как пчелы освоились. Это уже визуально нам дает понять то, что пчелы работают на овощине, которую мы дали. Тут, в принципе, семейки покрепче. Вот один пакетик мы дали две литры, и второй пакетик вчера я дал литру. Они выбрали, короче. Все выбрали. Сейчас немножко посортируем. Ну, как бы поехали, да? Вот. Взятка, повторяюсь, нет. На пасеке немного воровство. Вот, видите, пчелы овощину нашу строят. Вот, ближе показывай. То есть, эффект сиропа, то, что мы создаем искусственно, настраиваем пчел. Дима, то, что мы ее немножко переворачиваем. Работает. Вот вторая овощина, ребят. Нет, это не овощина. Это старая, ну, молодая сушь, только не молодая овощина, потому что тут недельный расплод. Короче, молодая сушь. Тут у нас уже недельный расплод. Нормально. А теперь овощина пошла. Вот, ребят, овощинка. Смотрите, пчелы практически сто процентов отстроили ее. Вот это вот молодая овощина. И, ребят, уже яйцо. Матка засеяла. Все, работает. Задавали люди вопрос, серый, типа, а, вот наша и маточка. Вот наша матка. Задавали люди вопрос, типа, серый, а сколько им надо давать сиропа? Как понять, сколько им нужно сиропа? Ну, вот смотрите, ребят, если это отводок, допустим, у вас, да, и сила отводка, в принципе, неплохая. Ну, как в этом отводке. Неплохая сила. Пчелы хватает. Вы дали им там, допустим, на это количество пчелы, вы дали, допустим, ну, образно говоря, там, четыре рамки вощины. Даете сироп и даете, пока пчелы не отстроят все четыре вощинки. И матка не зайдет, не кинет яйцо. Если матка зашла, кинула, все. Это вам уже дает понять то, что пчелы сработали, они отстроили вощину, матка уже засеяла, то есть, сота отстроенного хватает для того, чтобы матка кинула яйцо. И уже в дальнейшем вы смотрите по запасам. То есть, если корма есть, тот сироп, который вы дали, и, возможно, там еще какая-то кормовая рамка. То есть, есть корма. Пчела не голодает. Немного обращайте внимание на саму матку, если она в весе не теряет, все хорошо. Значит, не даете под кормку. Пропускаете там сутки, двое, трое. Потом пришли, обратили внимание, что, ага, уже кормов так... Корма есть, но их очень мало. А расплода много. Значит, надо еще сиропчик дать. Либо даете уже не сироп, а просто кормовую рамку даете. Вот и все. Тут, ну, сложного ничего нет. Ну, тут уже матка, бачите, сработала. Ну, вот, вот, как бы, результат. То есть, я дал три литра, и вот они еще не достроили. Значит, им надо еще. Потому что это же все ресурс. Пчелы же тратят энергию свою. А энергия, она берется с сиропа, который вы даете, с кормов, которые есть в наличии. То есть, надо, значит, еще им дать литру. Пока они отстроят всю полностью рамку ващей. Вот и все. Как бы сложного ничего нет. Вот, старая рамка, они ее залили полностью. Вот, корма. Это уже родные корма, я у них не забирал. То есть, как бы, сироп сиропом, но одну рамочку с кормами я оставил. То есть, как-то так. Ну, и здесь уже у нас, видите, какая печатка. То есть, матка засеяла конкретно уже тут. Вот, вот, печатка уже густая. Ну, в данном отводке что можно увидеть? Можно увидеть то, что немного не хватает пчелы. Ну, вот тут это количество печатного расплода выйдет. Пчелы добавятся, молодой, которая будет работать и обслуживать гнездо. И уже они тогда будут быстрее отстраивать вощину. Ну, а там уже по ходу действия. Ну, вот, смотрите, как работает матка. гляньте. Гляньте. Гляньте, какая густота расплода. Вот это вот количество выйдет расплода. Видите, какой расплод. И все, они будут бомбить. И уже на второй заход я уже заберу какую-то рамочку, подселю где-то какой-то отводочек. Вот сюда можно вот так вот вощину вот эту дать, которая с краю стоит. Вот и все. Еще сложного нету. Ну, и вот, ребят, еще одна вощина. Видите, тоже она встроена. И уже они ее под мед забрали, подзалили немного. Ну, вот и все. то есть как-то так, ребят. Все, работаем пока есть. Давайте сразу. А, ну, в принципе, да, вот, рамка здесь и была. Я же одну вытащил. Все. Тут все нормально у нас. Пока пакеты тут трошки сиропа есть. пока полежат. Дальше показываю вам. Здесь еще литру не выбрали. Не выбрали литру сиропа. Вот этот пакет мы забираем. Вот, тоже начинают строить. С кормами так не выйдет. Можете попробовать, если не верите. здесь у нас выходит молодая пчела. Это я рамку давал, подсиливал. Вот вощинка. Видите, пчелы строят. Стройка идет. Отлично. Все. Способ рабочий показываю вам. видите. Способ рабочий. Это старая рамка. Здесь маточка у нас засеяла. Здесь у нас засел. дело ближе к вечеру. И здесь у нас тоже матка сеет. Вот наш сироп пчелы складирует. следующая вощинка тоже пчелки строят. Вот видим какой это результат. с одной стороны отстроили, с другой стороны не очень. Так что все нормально. Здесь у нас расплодная рамка. возвращаем им сироп, который они не добрали. Так вот эту гамку получается сюда будет. И если вы не будете стимулировать некоторые пишут типа кормовую рамку и вощину они погрызут вашу вощину. Просто погрызут и все. Это как бы результат. Я показываю способ рабочий. вообще дела хорошо. Вот они еще литру не добрали, но почти добрали литру. пчелы побольше в отводке. Пакетик мы забираем. Так что там здесь у нас кормовая рамка и расплод. Маточка работает. первая овощинка пошла ребят. Вот они зашли уже строят. С этой стороны еще не хотят. Но все равно стройка есть. Вторая овощина. здесь повеселее смотреть. Здесь уже они неплохо отстроили овощину. Видите? И даже он с мака пыльцу складирует. Берегу пыльцу. вот так пыльца тоже должна быть обязательно в природе. Тут у нас старая рамка кормовая и расплод. Гляньте как маточка работает молодая. Просто замечательно. Очень тяжелая рамка. отличный засев. Видно качество молодой матки. Сразу видно. Конечно. Ребят, что там говорить? Гляньте, какой расплод густой. Короче, и корма есть, и все хорошо. вот вам и матки работают при сиропе. Как разгоняется. И следующая у нас вощинка идет. Гляньте, полностью отстроена вощина. Это 4 дня назад я давал без взяточный период. они уже можно сказать две вощины. И вот уже матка зашла и кладет яйцо. Видите? вот наша маточка. Так. вот яйцо уже все. Вот так вот эффект сиропа. Вот так вот разгоняются отводки. Отлично. тут у нас рамочка кормовая и тоже расплод. В принципе вот в принципе с этой семьи одну рамку уже можно с расплодом забрать. Тут и пчелы и того расплода на данный период времени до подсолнуха еще грубо говоря месяц достаточно здесь то есть струсить пчелу и ту рамочку с печатным расплодом забрать. Ну вот как-то так ребят отлично я считаю результат вообще замечательный за 4 дня такой результат и это еще отводки не сказать что они сильные отводки так ну и сейчас будем дальше работать будем мотивировать так сказать опять сдвигаем на центр ну тут семейка покрепче можно по количеству пчелы ребят смотрим по количеству пчелы тут покрепче тут можно в разрез одну дать раз и тут еще у нас печатный расплод тоже можно в разрез дать вот так вот раз далее немножко сдвинули ну и достаточно больше в разрез не даем сюда сдвинули сюда сдвинули и две по борьбам раз пинули все ровненько выставили выставили сироп даем сиропчик наверх вот таким вот образом так надо пронести корпуса сейчас ребят пронесу корпуса берем сюда корпус вот какой вот футболка вот наша иголочка прокалываем вверху все все это дело накрываем вот эту клеенку можно не ложить пока конечно но уже ладно потому что с ней постоянно раз закрыть потом уже вместе с корпусом поднимать так и дальше едем что тут у нас тут у нас вообще весело видите сколько пчелы вот по 4 рамки я короче оставляю плюс-минус забираю я все практически сушь забираю для того чтобы они строили мне вощину надо вощину ребят с вощиной нужен расплод таким вот способом сюда также в разрез сложим потому что сами видели тут пчелы много пчелы тут достаточно никак это не скажется на семейке данной потому что есть отводки здесь ранее немножко позднее до кожи дают нажимаем Тут прям все в разрез сразу, опираясь на колу пчелы, количество пчелы, все в разрез. Все в разрез, все в разрез, все, чтобы они нам встроили. Подаем сиропчик, все, видите воровка немного работает, все пробили, пробили корпус, поставили и так вот. И в бой. Так что все, там где меньше, то там гнездо не режем. Там наоборот, здесь вообще ничего не будем делать, видите тут, я тут кинул две рамки с расплодом, даже наверное три. Да, тут три рамки с расплодом, тут пчелы недостаточно и это скажется сильно, ну это пчелам сильно нагрузка будет, поэтому ничего мы не делаем в данный период, ну в данный момент вернее, ничего мы не делаем, не даем никакую вощину, не нагружаем пчелок, так как тут недостаточно. Ждем пока выйдет расплод со всех трех рамок, все, тут ничего не делаем, расплод выйдет, пчелы добавятся, тогда уже и сила лучше и эффект будет лучше, а так только можем хуже сделать. Ну как-то так, туда можно кормовую рамку дать, но здесь повеселее конечно, тут как бы можно дать в разрез две вощинки. Тут повеселее, сразу ставим одно вот так вот, раз, два, три, четыре, 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 четыре. Тут можно и пригрузить. Пчелам тут ничего не будет, все, иди сюда, рамка кормовая. Вот так вот, все, и даем сироп. Даем сироп. Прокалываем вверху обязательно, потому что у нас сечатое дно, и если снизу проколоть, то может сироп капать и провоцировать воровку. Поэтому мы прокалываем только вверху. Пчела сама она почувствует, зайдет и будет выбирать сироп сверху. Все, ребят. Ну, в общем-то, как-то так, ребят. Все, всем пока, всем счастливо, всем удачи.